Таким образом, до момента попадания на CoinMarketCap, Элерант вырос. Лучше присядьте, если стоите. На 2 миллиона 749 тысяч 130 процентов. Они не зря так заморачиваются именно с мобильным кошельком. Ведь у проекта есть партнерство с таким гигантом смартфонастроения, как Samsung. Есть у Элерант и другая возможность заработать, кроме как на росте курса. Речь идет о стейкинге. Рад приветствовать на канале Коинпост. Существует несколько убийц эфириум. Например, EOS, Cardano или Tron. Но, как видите, все они не смогли обойти разработку Виталика Бутирина. Ни по популярности, ни по капитализации. Возможно ли вообще совершить подобное? Сегодня расскажу об одном проекте, который также позиционирует себя, как глобальная блокчейн-платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Но я не стал бы записывать его в убийцы эфириум. Скорее, это темная лошадка на крипторынке, который в свое время был Chainlink. Благодаря оригинальной технологии и громким партнерствам, токен-линк сегодня находится в первой десятке криптовалют. Кто же этот герой, способный повторить данный путь? Это не финансовая рекомендация, но блокчейн Элеронт уже находится в одном шаге от топ-50 криптовалют и имеет отличные перспективы подняться еще выше. Вот о нем и поговорим сегодня. Мы начинаем. Обычно в начале обзора всегда рассказывают о технологии. Но согласитесь, что в первую очередь всех интересует цена. Итак, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Элеронт находится на 53-м месте по капитализации на момент подготовки видео. Портал отображает курс Элеронт с начала сентября и показывает начальную цену почти 18 долларов. Токен имеет тикер EGLD, который расшифровывается как EGOLD. Это такая отсылка к ценности монеты, что проистекает из его ограниченной эмиссии. Всего будет 20 миллионов 866 тысяч 542, из которых 70% или 14 миллионов 614 тысяч 304 уже на рынке. Оставшиеся монеты будут распределены в качестве вознаграждения за стейкинг. О нем расскажу при обзоре технологии. А пока вернемся к цене. На самом деле, это далеко не стартовый курс данной криптовалюты. Во время успешного IEO на Binance Launchpad было собрано 3,25 миллиона долларов, а за один токен давали всего 65,001 доллара. Знатоки математики могут посмотреть цифру на экране и написать в комментариях, правильно ли я ее произнес. А уже после IEO, во время листинга Eulerant на бирже Binance, токен проекта подорожал на 1000%, до 73,001 доллара. Таким образом, до момента попадания на CoinMarketCap, Eulerant вырос. Лучше присядьте, если стоите. На 2 миллиона 749 тысяч 130 процентов. Вы представляете, какой профит уже могли получить Binance Labs и другие венчурные компании, которые зашли в проект на стадии пресейла? Сегодня Eulerant торгуется на топовых криптобиржах, таких как Binance, OKEX, Bitfinex, Bitmax и Bitam. Текущая цена токена 28 долларов. В середину ноября он подорожал на 250 процентов, и вполне возможно, что это еще не конец. И с учетом того, что рынок криптовалют входит в стадию роста, а проект имеет громкие партнерства, этот рост вполне может продолжиться. И вот теперь самое время перейти к разговору о технологии. Как говорил в начале, план разработчиков Eulerant состоит в создании убийцы Ethereum, который сможет выступить в качестве всемирной блокчейн-платформы для неограниченного запуска смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Все вместе это должно называться новая интернет-экономика. На сегодня уже запущена публичная сеть Eulerant, которая показала повышение пропускной способности в тысячу раз лучше, чем у текущего лидера из индустрии. Такой эффект достигается путем разделения блокчейна на шарды, которые способны параллельно обрабатывать транзакции, после чего проводится установление консенсуса между всеми шардами. Он достигается за счет оригинального алгоритма Secure Proof of Stake, который использует задачу византийских генералов. Главным отличием от других постпротоколов является случайная выборка валидаторов, так как валидаторы постоянно меняются, что исключает их сговор. А если кто-то рискнет провести мошеннические действия сетью, то его стейк будет навсегда заблокирован. Но не только безопасность, децентрализация и высокая масштабируемость являются сильными сторонами Eulerant. Данный проект нацелен на построение юзер-френдли платформы, то есть легкой в использовании. Разработчики могут писать свои приложения на популярных языках программирования C, C++, Rust и Solidity. А специальные инструменты и фреймворки помогут адаптировать их к интеграции в Eulerant. Что касается пользователей, то они могут подключиться к сети через удобный десктопный кошелек. А в ближайшее время появится мобильное приложение Maya, по удобству и простоте, сравнимое с Google Pay и Apple Pay. Назначенная дата запуска мобильного кошелька – 31 января 2021 года. Они не зря так заморачиваются именно с мобильным кошельком, ведь у проекта есть партнерство с таким гигантом смартфоностроения, как Samsung. Компания Samsung уже встраивает в свои премиальные смартфоны криптокошельки, которые поддерживаются собственной блокчейн-платформой. Токен Eulerant интегрирован в эту экосистему, поэтому сможет применяться в различных играх и других программах. А это очень-очень большая аудитория пользователей. Я специально уделяю этому вопросу столько внимания. Потому что кто помнит историю взлета Link? В курсе, сколько профита они получили только от одного заявления о партнерстве с Google. А тут вырисовывается реальное сотрудничество с не менее авторитетной компанией. И можем еще раз взглянуть на список других партнеров Eulerant, чтобы оценить масштабы проекта. Есть у Eulerant и другая возможность заработать, кроме как на росте курса. Речь идет о стейкинге, который тут реализован максимально просто и позволяет получать существенную прибыль. Порог входа в стейкинг от 10 токенов проекта. Максимально лимита нет. Распределение вознаграждения проводится каждые 7 дней. Заявленная на сайте доходность 36% годовых. Рассчитать ее можно через специальный калькулятор на сайте. Тут кто-то мог подумать, что калькулятор доходности – это признак сомнительного проекта. Но мы говорим не о вложениях в хайп, а про реальный стейкинг, из которого можно выйти в любой момент, забрав все свои токены обратно. Если есть вопросы касательно блокчейна Elrond, задать их можно, перейдя по ссылкам под видео в комьюнити проекта. У них дружное и отзывчивое сообщество. Всегда помогут. Также в описании оставлю ссылку на сайт Elrond, где вы сможете найти дополнительную информацию. Пишите в комментариях, знали ли вы криптовалюту Elrond до этого видео, и как оцениваете их шансы стать темной лошадкой крипторынка в 2021 году. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok